Есть ли вопросы по цифрам? Да, что? Давайте по очереди. Вот вы. Когда японцы поехали в Китай за письменность, у них до этого была какая-то попытка со своем что-то изобрести? Ну, может, есть какие-то регенды, типа наших, но фактов никаких нет, что была какая-то оригинальная японская письменность. Нет. Еще один вопрос. Насколько я понимаю, в разных языках мира сейчас есть тенденция, вообще, в принципе, тенденция к какому-то упрощению, унификации и так далее. Да. Вот в Японии с этой ситуацией, когда смешан китайский язык, японский язык, это тенденция. В японском языке очень много было упрощающих реформ. Он намного более, чем русский, пережил упрощающие реформы. В русском последняя упрощающая была послеэволюционная, выкинули наконец твердый знак, этот дурацкий с конца слова. Вот в Японии несколько упрощающих реформ было. Реформа мэйджи, когда наконец навели порядок в азбуке хирогана и выкинули все лишние знаки, которые сейчас называются хентай-гана, то есть странная кана. Теперь они не употребляются. Чуть-чуть другой иероглиф, да, там используется не тот хентай. И вторая упрощающая реформа была проведена после Второй мировой войны. В 1946 году тоже было отшлифовано, уменьшено количество исключений, упрощена грамматика, упрощено написание. То есть сейчас японский очень легко изучается, за исключением памяти на иероглифы. Грамматика очень простая. На весь язык только два неправильных глагола, очень мало исключений. И я считаю, что достаточно легко учиться. Насколько критично нравится произношение для людей, которые русские учат и японские? Ну, произношение другое, да, свой язык, своя фонетика. Допустим, я бы сказал, что украинский больше помогает. Такие слоги, как «си», например, «жи-ши», вот русское, оно мешает произносить «щи». Вот это вот, а украинское «инщи», «билищи», «менщи». Вот мы чуть-чуть больше к этому привыкли, например. Ну и есть специфическое взрывное «т», которое «ти», между «т» и «ч» такое «ти». Есть вещи, которые нужно тренировать, как в любом языке произношению. Есть такие разные. Да, да. Вот, ну, есть такое мнение, что язык связан с мировоззрением, там, с ментальностью и так далее. Вот с чем связано то, что произношение разных слов настолько влияет на жизнь японца? Ну, я не думаю, что это пример того, что произношение, оно влияет. Это так, как шутки, которые любит молодежь. Это там и смайлики, вы знаете, смайлики в японском языке целое искусство, в отличие от нашего, там, целая культура смайликов. Так и здесь. Это, скорее, какая-то такая культура, как можно вот использовать разные чтения. Насколько вариативность чтения именно меняется? Ну, они просто не привыкли к этому с самого детства, что вот есть два чтения у каждого. У слова «мама», у слова «книга» есть два чтения, которые мы употребляем в разных случаях, многокоренных и в однокоренных словах. Я не думаю, что это так уж сказывается на мировоззрении, на мой взгляд. Тут сам менталитет, сама история страны, географическое расположение, традиции, которые годами закрыты с долгой стороны. Такие более факторы из этого мира, не из мира лингвистики, они более сказались, мне кажется, национальными. Ну, если вопросов больше нет, да, спасибо. Как насчет прочтения, ну, то есть названий одних этих уже там вещей и создания нескольких иероглифов? То есть как, ну, может быть, ты можешь что-то рассказать или привести пару примеров? В смысле? Ну, любое слово, любой иероглиф имеет два чтения, как минимум. И о том, что, к примеру, там, японцы раскладывают свои имена на значение, на несколько иероглифов. И они такие, к примеру, там мое имя значит дерево, дерево стоящее, например. Да, да. Вот. И вот можешь привести какие-нибудь пару примеров, которые у тебя есть сразу? Масса, да. Японцы счастливы в том, что у них есть свои собственные имена, которые имеют традицию в своем собственном языке. У нас очень много греческих, да, Константин, вот, Борис, чтобы далеко не ходить, Александр, да. То есть у японцев это все свои имена, Таро, Джиро, Ханако. Ханако, дитя цветов, например, Мичико, дитя ума и красоты. То есть больше романтики в именах, там. Ну, есть скучные, например, Джиро, это второй сын. Ну, людей, да, которых там нет фантазии. И тогда там здоровый сын, сильный сын, смелый человек, да и мужчин. То есть, ну, имена в своей эстетике. Женские в красивой эстетике это цветы, травы, небо, спокойствие, песок, там, что-то такое, пляж, море, вода. Мужские имена это смелость, там, огонь, сила, мужество, что-то такое входит обычно. И у многих имен есть несколько вариантов чтения. То есть одно и то же имя может записываться разными наборами иерогрифов за счет этих созвучий. Одно и то же мужское имя может считаться, на самом деле, очень разными смыслами. А некоторые даже записываются азбукой, чтобы каждый мог поставить свой смысл. Можно в паспорте записать именно азбукой, а не канзи, чтобы вот любой смысл можно было вкладывать в имя. Такое тоже бывает. Да. Какое количество именно символов в азбуке и символов в игру или как там? То есть которые уже на себе какой-то... Азбуки по 40 знаков. Две азбуки по 40 знаков и канзи всего, ну, глобально учитываю стоявшие их там 50 тысяч где-то, но знать нужно, чтобы образовательный уровень для японца составляет 2000 из чем-то канзи для японца. Когда я вот переписываю сейчас с японкой, она говорит, что я знаю канзи, которые она не знает. Потому что я как учитель же обожаю редкие канзи, там, кокудзи, национальные. То есть, а те, кто учился в школе, особенно те, кто особо не любил японский язык в школе из японцев, они, ну, за бред делать 2000 часто не вылазят, особенно двоечники. То есть они вполне могут даже не знать всех тех канзи. Ну, где-то 10 тысяч, наверное, чтобы уже так уверенно, хорошо образованный японец. Где-то 10 тысяч, думаю. Как они на клавиатуре набирают? Ну, это легко. Если бы у меня здесь мой компьютер с японской раскладкой, есть несколько вариантов. Я просто ввожу на латинице слог, допустим, «щи», и он дает мне сразу несколько вариантов. Это просто слог, и это там пробелом переключается. Это там 25 иерогрифов, которые читаются как «щи». Ну, они по потребимости идут как-то 9. Поэтому, на самом деле, это достаточно легко делается. Я достаточно быстро печатаю, да. Я слышал, что вот, по-моему, есть латинизация китайского языка, по-моему, пениин называется. Да, есть латинизация. А это подобная в японском. Конечно, ромаджи, так называемая хеберновская латиница. Ромаджи – это официальная латинизация. Есть кирилизация поливановщина, так называемая киридзи. Есть еще современные, есть украинская версия. Транскрипции, конечно, ее разработали наши. Феологи, есть непонщики новые. То есть есть разные подходы. Самые употребимые сейчас поливанов хеберновые. Часто в интернете увидите ругань между этими людьми, которые спорят, какая из них лучшая. Хотя, очевидно, что ни латиницей, ни кириллицей стопроцентно перевести эту фонетику невозможно. Поэтому я считаю этот спор глупым. Но вот есть, да, есть официальная романизация, есть официальная кирилизация. То есть вот, как у меня было написано «сан», есть вот латинское «сан» тоже там. Можно все прописать полностью. Есть законы. О, слушай, можешь вернуться на первый кадр, слайд, где ты написал слово «Украина», вот и нам разъяснить что, какой символ Украины. Чтобы вы понимали, где мы решили. Давайте, наверное, закончим. Вот это, да, это вторая азбука. Это не та, которая вот сформирует окончание слов. Эта азбука придумана специально для названия иностранных слов. За счет большого созвучности нужна отдельная азбука, чтобы, допустим, когда слово «собака», чтобы японец не думал, что это означает «такой дурак», допустим, «собака», «бака», «дурак». А что это иностранное слово? Чтобы не возникало таких казусов, есть отдельная азбука для иностранных слов, это она. Ей записываются иностранные имена, названия стран, то есть то, для чего нету иероглифов. Ни в китайском, ни в японском. Это название нашей страны «Украина». Соответственно, читается по слогам. «У» почти сглатывается, да? А как вот отличается символ, а как отличают иероглифы китайские от японских, от еще каких-то? Они одни и те же, большая часть одни и те же. Есть чисто китайские еще, ну, заимствами было 1400 лет назад, вещи произошли с тех пор, поэтому есть чисто китайские и чисто японские, но большая часть из них совпадает. А как они их отличают? Им не нужно их отличать, они их используют по-разному. Как, допустим… Видите? Да, да, но это не значит, что китайцы могут прочитать что-то, написанное японцами или наоборот, что вы понимаете. Все же в киндер-сюрпризах читали инструкцию на казахском, киргизском языке. То есть мы понимаем, что там написано какой-нибудь «жак-тау-гар-бик-штык-д», да? Но нам абсолютно не помогает это понять, что же это значит, да? То же самое и китайцы. Они могут понять, да, но они не могут понять, что это значит, потому что другое использование. Ради, что самые дайну гора, они поймут, что что-то про гору, так, ну, конечно, сам текст будет, скорее всего, не понять. Спасибо.